Батальон Ангел Как писал сам Алексей Смирнов по собственной инициативе, он рассказал истину. Все остальные были заложниками ситуации, которую он создал, он придумал. И поэтому состав батальона Ангел пострадал исключительно только по его причине. На данный момент Алексей Смирнов находится под следствием. Часть команды сейчас перед вами, остальная часть, я думаю, к нам присоединится в ближайшие дни. Из-за ошибок Смирнова вы не переставали помогать людям на Донбассе в этой ситуации, в тяжелой ситуации, когда идет война. Противно от того, что нас использовали в своих каких-то корыстных целях. И помимо того, что использовали, еще и хотели подставить с этим всем. Человек думает только о себе, ни о ком, не то, что о ком-то, вообще о каких-то людях. Он даже о нас не думает. Не в данный момент, и как получается, что и вообще не думает. Он думал только о своей картинке и о своих фильмах. И чтобы это все было жалостливее, чтобы больше получить деньги для своих лично целей. А то, что мы кому-то помогали, так это мы помогали, пыль, получается, в глаза пускали. Это для нас была жизнь. Это для нас был смысл жизни и действительно помощи. А для этого человека это ничего не значило. И для нас это оказалось такой новостью. Потому что мы с Донбассом, наш край, нам дорого. Нам не безразлично, кто тут живет и как живет. А получается, что просто нас на нашей наивности, на нашей преданности каждому своему городу, нас просто использовали. И от этого осознания того, что на самом деле все это было неправдой, то, что он все рассказывал и показывал это все по телевизору, просто становится настолько больно и стыдно перед теми людьми, которые действительно нам помогали. Нет, ну почему? Мы-то делали все по-честному. Мы действительно-то помогали людям. Мы действительно за них переживали. Сколько мы плакали действительно вместе с этими людьми, с которыми мы встречались. Как больно-то было видеть этих детей. А человек просто использовал эти видео, просто для того, чтобы просто получить больше денег. И мы были на передовой, Зайцев Александровка, где снайпера работают. А он на бульваре Пушкина на ноге растут или катался. Нормально. У меня сейчас такое вообще мнение, если бы даже с нами что-то случилось, для него это было бы еще более выгодной ситуацией. Ситуация, чтобы сделать больше там какой-то шумихи и получить еще больше денег. Человек действительно соответствует своему позывному режиссер, который просто снимает картинки, снимает кино и получает за это деньги. Потому что мы каждый раз думали... Ну, по-честному, мы последнее время с ними не разговаривали. Да и не последнее, когда мы виделись. Раз в два месяца. Мы только получали приказы. И все. И все. На день. И то даже не от него, а от Сэма и от Вики. И все. У меня даже номера телефона его не было. Мне даже некогда было машину эту долбаную делать. Я ее делал. Он мне платил, а я делал за свои деньги. Он мне хуй давал на ремонт. А надо ехать, блядь. И были такие ситуации, когда Алеша нас бросал на таких позициях. Сам уедет. А мы две девочки сидим в трубе. И нас чужие ребята, вообще ополченцы, которые нас прятали. Мы выходим с той трубы. Алеша нету. Алеша сбежал уже. А мы две девочки стоим. Это хорошо, что с нами был человек, который вообще к нам отношений в нашем составе не был. И он нас оттуда вывез. Было так. Он вот так пройдет, даже тут оздоровится. Как будто я пыло какое-то. Войну с ним прошусь, понимаете? Он на видео говорил, мы вся семья. Команда одна. Мы одно, единое целое. Было единое целое он. А мы жили этим всем. Мы были на передовой. Мы были на передовой. А он дома был. А как с ним можно было разговаривать? С ним общаешься? Нельзя задавать ненужных вопросов. Потому что ты уволен. Он отвернется и все. И все. И все. И все. И все. И все. Есть такие ситуации, которые нам действительно нужно приехать. Потому что мы пообещали. Потому что что о нас подумает, если мы не приедем? Когда я детей вывозила из Зайцева в театр. Я ходила два месяца, брала билет и сдала. Нам нравится это все дело. Нам нравится действительно помогать людям. Да мы сделали много, я тебе честно скажу. Очень много сделали. Хороших было. И мне не стыдно. Знаешь, ни перед кем не стыдно. Я войну прошел. А я в это время, я думала, я всегда скажу, а я не сидела это время просто так. Вот просто не сидела. Я делала то, что я могу. Воевать я не могу. И мне нравилось, что я не бездействую. Я действительно что-то делаю. Оттого, что мы остались просто какой-то ширмочкой. Даже не ширма, а тряпка. Который просто вытерминал. Потому что документы, которые были у Леши, которые он говорил, что у нас они есть, эти документы. А на самом деле они не настоящие документы. И оружие, которое было у этих людей, которое выдавал лично он. По своему приказу. А теперь у этих ребят, у них теперь проблемы из-за этого. Он даже за нас не спрашивает. Даже не интересуется, как мы и что. Он-то понимает, что мы четыре девчонки оказались в такой ситуации. И он-то понимал, что куда он нас подводит. И не сделал ничего для того, чтобы нас как-то оберечь. И если действительно, как он рассказывает, что я по всем экранам, что он так хочет помогать, если бы он хотел бы действительно помогать, только помогает. Он бы сделал все, все как положено и по закону. Помогать. Девочки пакеты тягают, а он стоит. Нормально. Я все время говорил, на серые зоны, на передовую, не надо девчонок возить. Достаточно пацанов нас, чтобы это все сделать. Там не так безопасно, как это все кажется. А мы действительно думали, что как бы... Мы действительно... Член семьи нашей, так сказать. Оказалось, без семьи... То же самое выражение, только без семьи. Почему без семьи? Мы семья. Нет, я фразу имею в виду. Мы все время были вместе. Мы знали, что никто никого не бросит. Поэтому у нас семья. Мы находимся в Донецкой Народной Республике, в Министерстве государственной безопасности. И проводится проверка по факту нашего незаконного... Блин, давай еще раз. Чувака точно обхерачили какой-то херней транквилизаторами. Я Алексей Смирнов, командир гуманитарного батальона «Ангел».